Сегодня мы расскажем вам одну интересную историю, которая началась с письма, пришедшего нам в редакцию. В нем жительница города Щелково описывает, как встретила на набережной Серафима Саровского необычную для наших широт птицу горного гуся. Ну и что здесь такого необычного, спросите вы? А то, что гусь этот особенный, в России он занесен в красную книгу. Не верите? Смотрите сами. По своей окраске птица не похожа на других пернатых обитателей Щелково. Она имеет ярко-желтые лапы и клюв, светло-серый низ, белую голову и шею, которые украшены яркими черными полосками. Эти редкие гуси живут в Центральной Азии. На зимовку летают в Индию, где гнездятся и выводят птенцов. Во время этих перелетов они преодолевают многокилометровые горные вершины в Гималаях, менее чем за 10 часов. Но как же наш пернатый друг оказался здесь, в Московской области? Давайте разберемся. Мы связались с орнитологами из реабилитационного центра «Птицы без границ», которые приехали посмотреть на заблудившегося товарища. Это очень редкая птица сейчас стала. И, к сожалению, из-за своей красоты она пользуется коммерческой спросом. И, к сожалению, она сейчас находится во многих частных руках. Ну, в зоопарках это понятно. А вот данная птица, которая здесь плавает, скорее всего, она сбежала откуда-то из-за частной коллекции. Скажем так, здесь она летом, ей будет вольготно, все хорошо, но зимовать ей лететь некуда. У нашего гуся уже появились поклонники. Жители приходят посмотреть на необычного гостя и угощают его хлебом. Сам горный гусь очень дружелюбный, людей не боится, подходит к ним достаточно близко. А еще наш герой уже успел завести себе подругу, причем с детьми. В вопросе поиска пищи у птицы проблем также не возникает. Горный гусь ест все, что и гусь обыкновенный. От комбикорма до травы, ну вот если мы сейчас наблюдали за ним, видели, что он и хлебушек, от хлеба не отказывался, как уточки, и он травку щипал совершенно спокойно. Так как в наших условиях горному гусю не выжить, орнитологами было принято решение забрать иностранца в птичий реабилитационный центр. Там ему обеспечат достойный уход. Но для того, чтобы перевести гуся, его нужно поймать. Дело это не сиюминутное. Первая попытка была неудачной. Гусь оказался очень проворным. Но это все равно не помешает специалистам в следующий раз спасти хитреца. Орнитологи убедительно просят жителей не пытаться делать это своими силами. Во-первых, несанкционированная ловля птиц запрещена законом. А во-вторых, если у вас нет соответствующего опыта, то вы можете просто навредить живому существу.